Игромания представляет С роля добралась до релиза самая амбициозная игра сезона Kingdom Come Deliverance. Чехи из команды Warhorse больше четырех лет создавали свой реалистичный симулятор жизни в средневековье. Что получилось в итоге? Мнения игроков разделились. Пользователи хвалят проект за масштабы и феноменальную историческую достоверность, но ругают неудобную боевую систему, общую неспешность и обилие багов. Стоит ли путешествие в богемию пятнадцатого века своих денег решать вам? В тот же день вышла JRPG в ретро-стилистике The Longest Five Minutes. Отважный истребитель нечисти по имени Флэшбэк стоит перед финальным боссом, повелителем зла. Внезапно герой понимает, что его поразила беспросветная амнезия. Теперь Флэшу необходимо восстановить в памяти свое приключение и заново освоить все приемы. Но сделать это надо до того, как злодей поймет, насколько беспомощен его противник. На ПК и консолях появилась Dynasty Warriors 9. Новый выпуск слэшера в стиле один против тысячи. Впервые в серии появился полноценный открытый мир. Истреблять вражеские армии можно на заснеженных плато, в засушливых пустынях и густых лесах Древнего Китая. А переход между ними не потребует дополнительных загрузок. Также 13 февраля поступило в продажу ностальгическое приключение Crossing Souls. Калифорния, 1986 год. Компания школьников находит после урагана загадочный артефакт, который позволяет перемещаться между мирами. С этого момента начинается их большое летнее приключение. История навеяна фильмами Спилберга и Зимекиса, а музыка стилизованно под работой Джона Уильямса. Если вы из тех, кто обожает сериал «Очень странные дела» и «Ужасти Кано» именно за дух 80-х, то игра должна прийтись вам по душе. По крайней мере, отсылок в ней хватит с лихвой. 14 февраля вышла Guild Battle Arena. Игра, которую нет смысла запускать в одиночку. Суть проста. Есть вы и ваши друзья, есть поле битвы размером в один экран. У каждого только по одному снаряду, который после выстрела надо еще и подбирать. Никаких укрытий, никакой тактики. Чистый экшен. Семь режимов и шесть модификаторов должны привнести в довольно простой геймплей необходимое разнообразие. Так что на пару компанейских посиделок ее точно хватит. 16 февраля Electronic Arts выпускает на всех актуальных платформах атмосферное приключение F. В роли очаровательного зверька вы путешествуете по мистическому лесу. С местной фауной и разумной флорой игрок может взаимодействовать с помощью звуков. Но не все здесь настроены дружелюбно. Загадочные тихие пришли извне, чтобы нарушить природный баланс. Именно их вам и предстоит одолеть. А теперь пришло время узнать, какие игры были наиболее популярны на этой неделе. В топе популярных новинок в Steam 10 место достается непроходимой Getting Over It with Bennett Foddy. Девятая строчка у Fallout 4 VR. Bridge Constructor Portal на восьмой позиции топа. PlayerUnknown's Battlegrounds возвращается в чарт на седьмое место. Симулятор космонавта-дайвера Subnotica на шестой позиции. Крайне успешный аниме-файтинг поднимается с десятого места на пятое – Dragon Ball Fighters. Martial Arts Brutality оккупирует четвертую строчку. Tactical Monsters Rumble Эрина на этой неделе забирает бронзу. Выживастик Rust вышел из раннего доступа сразу на второе место. Ну а в лидерах новинка этой недели – Kingdom Come Deliverance. В магазине Origin пятое место топа занимает The Sims 4. На четвертой строчке исторический шутер Battlefield 1 – Революция. Бронза достается хитовому спортсиму FIFA 18. На второй позиции гонка с довольно ироничным названием – Need for Speed Payback. Первое место опять занимает стандартное издание Star Wars Battlefront 2. На gog.com грандиозная распродажа по случаю китайского Нового Года, а потому игроки опять скупают все то, на что раньше было жаль денег. На четвертой строчке довольно спорное РПГ от создателей Готики – Alyx. Третье место занимает JRPG The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2. Серебро у игры года по версии игромании. Divinity Original Sin 2. А золото у игры 20-летия. Ведьмак 3 – Дикая охота. В PS Store ситуация за минувшую неделю не изменилась. На третьей позиции файтинг без фаерболов EA Sports UFC 3. Делюкс издание Monster Hunter World на второй позиции, а стандартное издание на первой. В топе мультиплатформы Call of Duty продолжает падать. Уже пятая строчка. Четвертое место у нестареющего хита от Rockstar – GTA V. На третьей позиции FIFA 18. Monster Hunter World теряет лидерство. Уступая его EA Sports UFC 3. Среди эксклюзивов на пятой позиции The Legend of Zelda Breath of the Wild. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy возвращается в топ на четвертую строчку. Но это временно, ведь скоро австралийский зверь переберется и на другие платформы. Super Mario Odyssey забирает бронзу. Сразу над ней Mario Kart 8 Deluxe. А безусловным лидером по продажам на этой неделе становится ремейк Shadow of the Colossus. Вот она, историческая справедливость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова